Защита прав трудящихся остается приоритетом в работе профсоюзных организаций. Об этом во время выездного совещания в Валдане заявил председатель Республиканской Федерации профсоюзов Николай Дегтярёв. Подробнее о его визите в Валданский район расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Первоосновная задача – защита прав трудящихся. Сегодня этот вопрос особенно актуален, отметил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв. Количество случаев производственных травм возросло, и битвы за выплаты между работодателями и подчинёнными – нередкость. По сожалению, по этому году у нас резкое увеличение травматизма, также увеличение и со смертельными исходами. Тема своевременных выплат явилась одной из центральных, которые обсуждались на прошедшем в администрации Алданского района семинаре. В настоящее время Федерация профсоюзов является самой крупной общественной организацией в Якутии, объединяющей 119 тысяч человек. Наблюдается, однако, тенденция к снижению. Ежегодно профсоюзы республики теряют порядка тысячи членов. По словам Николая Дегтярёва, это связано преимущественно с сокращениями на предприятиях. Наиболее активны профсоюзы в бюджетной сфере и в промышленности. В настоящее время незащищенными остаются именно в сфере малого и среднего бизнеса и в агропромышленном. Агропромышленные еще охвачены именно в сельскохозяйственной отрасли. В действительности профсоюзного охвата нет. И в большинстве случаев нарушение трудового законодательства как раз происходит именно так. Делегаты отметили, что сегодня отношение граждан к профсоюзам остается потребительским. Взамен взносов ничего. На семинаре была особо подчеркнута необходимость выстраивания диалога между сотрудниками и профорганизациями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.